Добрый вечер. На часах 20.30. Время новостей на канале НЕСЕЙ в студии Ксения Митрофанова. И в начале коротко главные темы выпуска. В Манском районе на федеральной трассе М-53 произошла крупная дорожная авария. В лобовом столкновении погибли два человека. Что стало причиной ДТП? В Красноярский край идет циклон из Приангария. Синоптики предупреждают о скором ухудшении погоды. В каких районах ожидаются снегопады и сильный ветер? Минусинские подрядчики срывают сроки реставрации дома Вильнера, уникального памятника архитектуры. Какое наказание грозит строителям за неисполнение условий контракта? Воспитанники Березовского дома-интерната получили возможность самостоятельно сделать настоящий мультфильм. Кто им помог и в чем польза такой мульттерапии? В крупном ДТП в Манском районе погибли две женщины. Еще один человек с травмами доставлен в больницу села Шалинское. Авария произошла сегодня утром неподалеку от поселка Жандат на трассе М53. Автомобиль Мазда Демио двигался в сторону Уяра. По неустановленным пока причинам, женщина-водитель выехала на встречную полосу, где столкнулась с Тойотой. Оба автомобиля получили сильные повреждения. Освобождать людей пришлось спасателям. По предварительной версии, одной из причин ДТП могли стать неблагоприятные погодные условия и скользкая дорога. Находился ли кто-то из участников аварии в состоянии алкогольного опьянения, пока неизвестно. Полицейский объясняет обстоятельства ДТП в Манском районе, в результате которого погибли два человека. Сегодня на 898-м километре федеральной автодороги М53 Байкал в районе поселка Жандат водитель автомобиля Мазда Демио двигался из Красноярска в сторону Уканска. Выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Тойота Виш. В результате ДТП водители пассажиров автомобиля Мазда от полученной транс скончались на месте. В настоящее время сотрудники полиции работают и объясняют все обстоятельства дорожного происшествия. И еще одна серьезная авария произошла сегодня в Большимуртинском районе на 80-м километре трассы Красноярска-Несейск. Там в Лобовую столкнулись два легковых автомобиля Тойота и ВАЗ-2107. Пять человек погибли, еще шесть пострадали. Движение на трассе не затруднено. В ликвидации последствий ДТП принимали участие сотрудники краевого управления МЧС. Информация о возможных причинах случившегося уточняется. В результате ДТП пять человек погибли на месте аварии. Еще одна женщина пострадала. Она доставлена в медицинское учреждение. В настоящее время на месте происшествия работают инспекторы госоинспекции. Устанавливаются все обстоятельства происшествия. Есеновщики предупреждают об ухудшении погоды. Поэтому водителям на трассах нужно быть более внимательными и осторожными. Днем на дорогах снежная каша, а к вечеру и в ночное время гололед. Потепление, которое пришло в Красноярск и в центральный район региона, будет сопровождаться снегопадами и сильным ветром. Его скорость местами будет достигать 17 метров в секунду. В воскресенье погода изменится незначительно. Будет идти снег в южных районах края довольно сильный. Днем в столбике термометров покажут 0, минус 2. А почти по весенним и теплым будет первый день новой рабочей недели. Светлое время суток до плюс 3. А вот во вторник уже похолодает. В понедельник и вторник мы ожидаем резкие изменения в погоде. В связи с выходом секунд при ангаре усилится ветер. Порывем до 17-22 метров в секунду пройдет снег. Начнется похолодание. Уже к среде ожидаем ночью 12-14 в городе, а днем 10-12 по территории 12-17, по северу до 27 метров. Жителю поселка Ермолаева вынесли обвинительный приговор по статье «Содействие террористической деятельности». Следователи регионального управления ФСБ доказали, что он передал деньги красноярцу, который отправился в Сирию, чтобы вступить в запрещенную в Россию террористическую организацию ИГИЛ. Сейчас уехавший мужчина объявлен в международный розыск. Уголовное дело рассматривала выездная коллегия Московского окружного военного суда. Житель Ермолаева признан виновным. Он приговорен к 6 годам колонии особого режима. Стоит отметить, что любое участие в деятельности по оказанию какого-либо содействия террористическим организациям, как информационного, финансового, пропагандистского, строго карается законом. И зачастую лица, которые вступают на этот преступный путь, попадают под вербовочное влияние идеологов фахабизма. Лица же, которые вовлекают их в данную противозаконную деятельность, просто под идеалами так называемой религиозной борьбы, банально зарабатывают на терроризме и финансовое состояние. В Козольском районе массовое сокращение работников культуры. По данным профсоюзов «Край оптимизация» так или иначе затронуло 70 человек. На этой неделе в этой истории разбирались мои коллеги, журналисты программы «Итоги». Почему местные власти решили сэкономить именно на культуре, и что говорят в профильном министерстве? Расскажем уже завтра в 18.30. Еще одна тема, которую в последнее время обсуждают постоянная экология. В четверг в Красноярске был снят режим неблагоприятных метеоусловий. В программе «Итоги» расскажем, что показали проверки надзорных органов и как предлагают решать проблему депутаты. Кроме того, в итоговой передаче расскажем о концерте с ароматным шлейфом. Слушатели смогут не только насладиться выступлениями музыкантов, но и получат флакончик с уникальным ароматом от французского парфюмера, созданный специально для концерта. Кто решил соединить музыку и ароматы, когда пройдет выступление? Об этом и не только. Смотрите в воскресенье в программе «Итоги» в 18.30 на телеканале НЕСЕЙ. 2016-й для Минусинска станет годом реализации амбициозных строительных проектов. Их обсуждали на выездном заседании профильного министерства и управления капитального строительства края. Главная тема – реконструкция дома Вильнера. Подрядчик допустил серьезное отставание от графика. Также речь шла о программе «Жилье для российской семьи» и капитальном ремонте Минусинского драмтеатра. Основной вопрос, инициатором явилось управления капитального строительства, это все-таки обсудить текущую ситуацию с ремонтно-рестиверационными работами по дому Вильнера. Дом Вильнера – это объект культурного наследия. Он некогда принадлежал известному купцу. Его недаром называют Сибирским зимним дворцом. Архитектурный проект уникален для нашего региона. Однако уже более 20 лет здание находится в аварийном состоянии и постепенно разрушается. В прошлом году краевые власти нашли деньги на реконструкцию. Строители приступили к работам, но допустили серьезные отставания от графика. Подрядчика штрафовали дважды, но несмотря на стабильное финансирование, темпы реставрации остаются низкими. Более того, на объекте рухнула одна из внутренних стен. Если мы поймем, что работа по объекту и сдачу срывает генеральный подрядчик, будут применены самые жесткие санкции. То есть мы будем расторгать контракт, включать вас в список неблагонадежных поставщиков. Соответственно, вы потеряете все контракты, которые у вас сейчас есть. То есть я бы вам не рекомендовал шутить с этим. Подрядчик, в свою очередь, обещает втрое увеличить количество рабочих на объекте и ликвидировать отставания. Уже сейчас строители разработали план мероприятий, которые позволят закончить работы к концу 2016 года. Развести противоаварийные работы и ликвидировать то отставание 2015 года за февраль и март месяц этого года. И войти с 1 апреля на полную мощность, чтобы сдать объект в этом году. Также стало известно, что уже в этом году в Минусинске начнется долгожданное строительство Центра культурного развития. Его передадут драматическому театру, который на время ремонта собственного здания останется без помещения. Театру некуда уйти на период реконструкции, поэтому было решено построить такой модульный дом культуры. Пока не знаю, какой проект вообще выбран. К сожалению, финансовая ситуация такова, что было решено отказаться от малой сыны. Хотя в современных условиях я считаю, что это требование вообще ко всем театрам, чтобы в обязательном условии была малая сцена. Участники совещания уделили внимание и квартирному вопросу. Уже этой весной в 8 микрорайоне начнется возведение первых зданий по программе «Жилье для российской семьи». Для граждан эти квадратные метры обойдутся ниже рыночной цены на 20%. И цена квадратного метра установлена для Минусинска – 31 200 за квадратный метр. И льготная ипотека предусмотрена в объеме от 9 до 10% годовых. То есть все это направлено на то, чтобы люди, которые не могут приобрести на рынке, смогли улучшить свои жилищные условия. В течение двух лет по этой программе в Минусинске построят 65 тысяч квадратных метров жилья. Земельные участки под строительство уже определены. Инженерные сети подведены к стройплощадкам. В настоящее время завершается работа над списком нуждающихся граждан. Артем Махальников, Станислав Беркий. Новости. В селе Тесь Минусинского района открыли новый детский сад «Теремок». Он рассчитан на 60 малышей. Треть перевели из соседнего переполненного учреждения, у других впервые появилась возможность получать дошкольное образование. В детском саду работают три группы, актовые спортивные залы, полностью оснащена кухня. Строительные работы в здании, где раньше располагался детдом, приобретение мебели, игрушек и необходимого оборудования обошлись в 9 миллионов рублей. «Теремок» – это уже второй детский дом, сад, который в этом году открыли в Минусинском районе. Первый на 80 мест запустили на прошлой неделе в Малой Минусе. А уже к лету учреждение дополнительного образования на 60 и 40 мест появится в селе Ванихе и Большой Ине. «Мы пришли, проверили, какой у нас здесь, какие нам условия предоставили, нас все устроило, нам понравилось, как обставили, как сделали ремонт в детском саду. Так как ходила я всегда в этот сад, мы деревенские люди, и хотела, чтобы мой ребенок тоже пошел в этот детский сад». «После указа президента, выхода указа президента, мы, как говорится, схватили за голову, потому что, ну, практически у нас ходило в детский садик около тысячи ребятишек, а сейчас мы всю очередь от 3 до 7 лет полностью закроем. Это еще, грубо говоря, дополнительно 600-700 человек, наверное, сам. Но глаза боятся, руки делают». Сегодня в Красноярском театре «Кукол» прошел необычный спектакль. Кроме любопытной постановки, для маленьких зрителей приготовили еще и мастер-класс. Детям предложили сделать теневые куклы и попробовать себя в роли актеров. С подробностями Дина Володина. В Красноярском театре «Кукол» презентовали уникальный теневой спектакль. Особенно эта постановка еще и потому, что спустя промежуток ее представляют новый актерский состав. «Не бойся меня, Иван-Царевич, я не причиню тебе бреда. Твой конь уже утолил мой голод». Спектакль Иван-Царевич и «Серый волк» – это удивительное переплетение древнекитайских традиций театра пестрых теней и русских народных промыслов. А современные световые эффекты создают совершенно новое восприятие знакомой сказки. Эта постановка известна и за пределами Красноярска. Ее демонстрировали на российских и на международных фестивалях. «И встречал его народ радостью и весельем, как государя будущего». Показывают этот спектакль в Красноярске уже больше десяти лет. Для того, чтобы освоить технику театра теней, наши актеры ездили даже в столицу. С тех пор, так или иначе, сменился не один актерский состав, а вот куклы в постановке играют все те же. «Пятнадцать лет этим куклам, потому что у нас был первый вариант, это у нас было два экрана, мы тоже учились, режиссер учился, потому что информации даже 15-14 лет назад было достаточно мало. Мы ездили в Москву на фестиваль, и мы сходили в театр теней московский. Нам актеры показали, как работать». А после спектакля маленьких зрителей ждал еще и мастер-класс. Ребятам показали и рассказали, как самостоятельно сделать теневую куклу. А главное, предложили, пусть и ненадолго, стать театральными актерами и даже поставить собственный спектакль. «У нас сегодня премьера мастер-класса. Мастер-класса еще не было в нашем театре. Вот мы начинаем такую, хотим вести это как постоянную такую традицию. Мастер-классы не только для теневого спектакля, но и для других видов театра кукол». Юные театралы, надо сказать, идею одобрили. Всем пришедшим на мастер-класс предложили сделать кукол для сказки «Ребка». Каждый ребенок мог выбрать персонажа на свой вкус. Кто-то мастерил бабку, кто-то деда, но больше всего получилось кошек и мышек. «Мышка за мышку! Мышка за кошку! Кошка за кошку! Кошка за жучку! Жучка за жучку!» «Я так боялся перед тем, как показать театр. Ну, не, ну, и у меня еще не получалось с мышкой, вот с этой. Ну, когда я вышла, ну, когда я начала показывать, у меня все тут же начало получаться. Мне очень понравилось. Еще из-за этого, то, что показывает театр, это почти то же самое, то, что ты его смотришь, только ты его смотришь с другой стороны и руками двигаешь». Такие спектакли с полезным продолжением в театре обещают организовывать регулярно. Следующий состоится уже в марте. Дина Володин, Алексей Овсяников, Новости. Создать мультфильм своими руками – такую возможность получили воспитанники Березовского дома-интерната. В гостях у ребятишек побывала передвижная мультстудия. Моя коллега Анна Московских узнавала, в чем польза такой необычной терапии. Всех этих сказочных героев придумали воспитанники детского дома-интерната. И прямо сейчас созданные ими персонажи будут оживать. Но прежде нужно придумать сюжет. Ребята решили, их герои отправятся на необитаемые острова. Сначала надо нарисовать фоны будущего мультфильма. Дети рисуют морские побережья, горы и чудесные пейзажи, на которых расцветают сказочные цветы, а деревья увешаны фруктами. В своих картинках ребята воплощают свои светлые мечты. Апельсины на одном делу, а на одной, вот эти, яблони. А почему ты решил их в лето отправить? Сейчас зима. А больше лето жду. Наконец подготовительная работа закончена. Впереди следующий этап съемка заставки. Название мультика «Путешествие на острова». Под руководством специалистов дети сами снимают каждый кадр. Дело это оказывается совсем не быстрое, зато очень увлекательное. Ребят, мы можем оживить наших буковки, как они будут жить. Они могут скакать, как мячик, могут выплывать. Такая совместная творческая работа детям очень нравится. А педагоги отмечают огромную пользу мульттерапии. Она способствует эмоциональному, интеллектуальному, коммуникативному развитию, социализации и самовыражению. Здесь столько видов искусства получается, если это все в комплексе смотреть. Дети рисуют, дети фантазируют, дети придумывают сюжет. Дети просто в единой такой команде делают один большой мультфильм. А когда они видят результаты своего труда, для них это радость вдвойне, что они сделали мультфильм своими руками. А когда нужно видеть глаза детей, когда они видят, когда их персонажи оживают. Творить волшебство ребятам помогает передвижная мультстудия. Этот проект в нашем крае реализуется при поддержке Агентства молодежной политики региона. Мультипликаторы выезжают в любые учреждения, которые работают с детьми с ограниченными возможностями. И вместе они делают мир чуточку сказочнее и прекраснее. Анна Московских, Александр Ермошенко, Новости. Первый городской чемпионат по игре, я даже продемонстрирую, камень, ножницы, бумага, прошел в Красноярске. В нем приняли участие 50 человек, но в финал вышли лишь 16. Правила просты. Два игрока встают друг напротив друга и по команде судьи показывают одну из трех фигур. Победителем становится тот, кто набрал три очка. Считается, что игра «Камень, ножницы, бумага» пришла из Древнего Китая. Там с ее помощью командиры учили солдат быстро выполнять приказы, которые отдавали только движением рук. Добавлю, что чемпионат с таким количеством участников в Кровом центре проходит впервые. Цель, конечно, вытащить молодежь и собрать вместе, чтобы было живое общение, потому что сейчас очень многие люди зависят в интернете, про это вы тоже хорошо знаете. Поэтому мы решили организовать, во-первых, очень простую игру, которая не требует особых ресурсов, вложений и так далее, которая всем понятна, и собрать молодежь, нашу целевую аудиторию от 14 до 30 лет. Очень внимательно надо быть за соперником, у разных же людей, разные поведения, у кого-то чаще ставят камень, у кого-то чаще ножницы, и надо просто соперника ловить на этом. Вот секрет успеха. Адрес в интернете – наш 3WNC TV, а телефон новостей – 236-01-36. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго. До свидания.